В Бресте на базе 38-й отдельной десантно-стормовой бригады дан старт первому в регионе образовательно-патриотическому проекту для учащихся кадетских и таможенных классов, в котором приняли участие 53 ученика пяти школ города Бреста. Инициатором выступил руководитель одной из брестских общественных организаций Василий Зазуля при поддержке Российского центра науки и культуры. Одна из основных задач не только проверка сил, способностей и возможностей будущих защитников Родины, но и военно-патриотическое воспитание молодежи. Без понятия того, что мужчина должен защищать отечество, дальше ничего не будет. Мы не можем забыть, потеряв память, народ, потерявший память, он не имеет будущего. А это наше будущее и мы должны сделать все, чтобы воспитать его достойно. Первым шагом к заветному знаку отличия кадетский крест и черному берету для участников стала викторина по истории Первой мировой и Великой Отечественной войн. Интеллектуальное соревнование показало высокий уровень знаний брестских кадетов. Вопросы, подготовленные руководителем Российского центра науки и культуры, касались малоизвестных фактов прошедших войн. Сегодня ребята молодцы, они готовятся, видно, что они занимаются. Может быть, занимаются для того, чтобы поступить в дальнейшем в вузы какие-то, связанные как-то с историей. И знания у них достаточно глубокие, потому что вопросы были непростые, вы сами слышали. Это достаточно сложный вопрос, тем более по Первой мировой войне, о которой уже мало кто говорит, независимо от того, что столетие, которое мы отмечали в этом году. Поэтому удивлена, приятно. Практическая часть мероприятия состояла из трех этапов. Под руководством военнослужащих 38-й бригады кадетам предстояло пройти по четыре испытания. Среди них, например, навыки оказания медицинской помощи в полевых условиях, приближенных к боевым. Свою военную подготовку ребята проверяли на этапе, имитирующем атаку. Кадеты метали гранаты и вели огонь по условному противнику. Поначалу было сложно одеть бронежилет и шлем, все застегнуть. Но потом, когда спустился в окоп, начал кидать гранату, оружие подставлять, чтобы он нормально смотрел, чтобы стрелял. Но это было легко. И разобрать автомат тоже легко, но собрать его тяжело. Лично для меня этот этап не оказался трудным. Мы в своей школе это все проходим, поэтому трудностей не было. Одним из самых сложных стало упражнение на правильность поведения в условиях химической или радиационной атаки. Здесь участников проверяли не только на скорость, но и на правильность экипировки в специальный костюм. Баллы для победы начислялись участникам на этапе сборки и разборки автомата. Легкое, на первый взгляд, упражнение для некоторых кадетов стало препятствием к победе. Вместе с тем комплекс упражнений получил высокую оценку со стороны уже опытных офицеров-воспитателей, которые работают с учащимися Брестского кадетского корпуса. Здесь собрались кадеты, воспитанники военно-патриотических классов. То есть они предварительно эту подготовку уже проходили. Сейчас у них, скажем так, час икс, когда они могут показать все, что они изучили, и показать, насколько хорошо они это изучили. Это, скажем так, не совсем соревновательный вопрос. Сейчас происходит, скорее всего, это объединение наших кадетских классов, военно-патриотических классов, чтобы они смогли познакомиться и попытаться посоревноваться. Как отмечают организаторы, идея проекта не нова. В кадетских училищах 19 века существовали похожие состязания, призванные поднять престиж этой формы образования. К хорошо забытому старому сегодня добавили адаптированные по возрасту кадетов элементы программы сдачи норматива на черный берет и историческую викторину. Сам знак отличия сделан по эскизам кадетского креста, существовавшего в России до 2002 года. Директора школ откликнулись, поддержали эту идею. То есть детей нужно отвлечь от домашних посиделок, понимаете, от этого интернета. То есть им нужен свежий воздух, активный образ жизни, чтобы они почувствовали жизнь и стремились, соответственно, к совершенствованию во всех направлениях, как в интеллектуальном плане, так и в физическом. По итогам испытаний престижный знак отличия и заветный черный берет получили шесть лучших кадетов. В планах сделать проект республиканским, а получение кадетского креста считать рекомендацией к поступлению в учебные заведения силовых структур.